Друзья, всем привет! Вы на канале Вот Так, а мы наконец-то доехали до Владикавказа. И начинаем наш выпуск сегодня необычно, потому что мы, когда ехали во Владикавказ, читали много разной информации, и вот то, что наше внимание очень сильно привлекло, то именно этим мы сейчас и удивим вас. Так что наш выпуск начинается прямо сейчас из Владикавказа. Знаешь, что мы берем? Шаурму, фирменная, анаконда, вес 1 килограмм в эту группу. Ничего, что нельзя? Повар выбежал, говорит, снимать нельзя. Они снимают просто без себя. Друзья, мы все смотрели передачи Ревизоры и знаем законы Российской Федерации, где можно снимать, а где нельзя. Так что все отлично, ждем свою шаурму и будем вам показывать, как это выглядит. Потому что мы сами еще не представляем, как она выглядит. Так что я прям уверен, что будет интересно. Значит, нам шаурму плюнет. Плюнет? Ну, мы об этом не узнаем, поэтому съедим и скажем спасибо. Ну что, любители шаурмы, вот здесь вы будете счастливы. Слушай, мы тоже счастливы, сейчас хочется ее развернуть. Ба-бам! Слушай, а как же они ее зажаривают? Нож надо, наверное, сейчас взять. Ну, в общем, друзья, понимаете, да, что есть ее так вот бесполезно, поэтому надо сейчас ее как-то порезать и уже тогда питаться. Сейчас попрощим немножко. Короче, чего тут только нет. И зелень, и грибы, и халапеньо, и что там, и три вида мяса должно быть. Короче, очень вкусная штука, но сытная. Шаурма обалденно вкусная. Я советую вам, если вы будете, то обязательно точку оставлю на карте в описании под видео. Заезжайте, попробуйте именно вот эту гигантскую шаурму. Я думаю, что вам заряда хватит энергии. Да, на весь, без камер, да. На весь день. А мы сейчас, кстати говоря, вам не показали квартиру еще в Владикавказе, которую мы сняли. Поэтому направляемся туда, быстро вам там все покажем. Мы идем уже гулять по городу, потому что уверен, что будет много всего интересного. Так что не переключайтесь, будьте с нами. Все, уже договорился. От шаурмы объелся. Пока до дома не доехали, вот видишь, заехали, купили воды. А по магазинам, ну пойдем здесь шумит. Здесь, так же, как и вот в Махачкале, и в... где мы еще там были, в общем, там очень много магазинов частных, маленьких таких придомовых территориях. Но есть и сетевики. Здесь они уже встречаются. Вот есть, ну, короче, все вот эти пятерочки и магнит. Так что, ну, опять же, алкоголь там не продается, а продается он только в алкомаркетах и в специальных местах. Так что имейте это в виду. А теперь мы вас познакомим с нашей квартирой возле Кавказа. Сняли мы ее на две ночи, стоимость 2400 за ночь. Ну, вот такая прихожка, кстати говоря, видишь, хозяйка позаботилась, тапочки дала. И знаешь, что, на удивление, я так уж в квартиру-то посмотрел, а нету кондиционера. Но в квартире не жарко, согласитесь? Да, то есть это достаточно, потому что я уже расстроиться успел. Ну, потому что, сами понимаете, на улице плюс 33, а кондиционера нет. Ну, видишь, значит, видимо, дома старой постройки, поэтому, может быть, здесь как-то по-другому. Не так сильно прогревается. Пойдем сразу, да, посмотрим кухню, потому что, раз уж здесь все это самое. Вот ванна, туалет, смотри. Так вот, все, ну, достаточно прилично чистенько, видишь, все принадлежности стоят. Даже антиперспирант и зубные наборы даже, это очень редко встречается. Вот, в общем, вот так вот туалет. Ванна, короче, что показал, пойдем дальше. Ну, кухня такая небольшая. Ну, в советских домах, арт-постройке кухни большими не было. Холодильник, микроволновка, стиральная машина, что в нашем путешествии большой плюс, потому что одежда накапливается. Если, допустим, в гостиницах останавливаться, там не постираешь. А вот в квартирах всегда... Да, ну, заплатно, да. А в квартирах можно всегда постирать. Вот, видишь, есть чай, кофе. Тоже очень приятно. Салфетки. Ну, и, естественно, всякие такая посуда. Очень здорово. Пойдем в комнату. Ну, вот первая комната. Вот такой диванчик, конечно, уже такие не делают, мне кажется, сейчас. Но здесь раскладывается он, да, в полноценное спальное место. Телевизор, есть Wi-Fi. Ну, вот, смотри, еще один стол, что тоже удобно, как рабочий его можно использовать. И, видишь, как даже нам положили конфетки в знак приветствия. И пойдем во вторую комнату. Вторая комната вот такая, она как спальня, но тоже вот одно спальное место. То есть на двоих можно, если, допустим, вы с кем-то будете путешествовать шкаф. Кстати, квартира находится на первом этаже. Парковка есть во дворе. Автоматические ворота, то есть никто лишний сюда не заедет. Ну что, настало время нам с вами познакомиться с Владикавказом поближе. Слушайте, ну, а сразу давайте оговоримся то, что многие рассматривают Владикавказ. Это как путешествие в горы, смотреть природные достояния. Потому что горы вот так вот, видишь, они здесь все рядом, их хорошо видно. Сам пейзаж, конечно, он вдохновляет. Сейчас с вами пройдемся по набережной, пройдемся по центральным улицам. Посмотрим, чем живет Владикавказ. Ну и, конечно же, увидим главную водную артерию, это река Терек. Так что вперед и с песней. Я не ожидал, честно говоря. Я что-то совсем забыл, что здесь Терек. И когда мы сюда приехали, вот сейчас я его увидел. И, конечно, он своей мощью. Но это, если понимать, он еще сейчас не полноводный. Представляешь, там весной, например, когда с гор все это течет. Вообще класс. Конечно, Терек, он сумасшедшая река. Очень красивая и очень такая прям. Ну, хотя, как говорят, что вода, те река, они всегда мутные. Ну, сами понимаете, с гор сколько всего несется. Но смотрится, конечно, шикарно. Ну, мне, конечно, пейзаж, да? Вот я прям могу. Вот эти горы, это же не нарисованная картинка. Это настоящие горы. Причем, по-моему, вот эта вот гора называется, знаете, как столовая. Если я не путаю. Но говорят, что да, лучше всего отсюда открывается вид на гору столовая. И Терек. Сейчас прогуляемся, пойдем по набережной немножко в теньке, потому что жара все-таки 30 с лишним. И надо немножко беречься от солнца. Александр Анатольевич заметил. Вот он стоит. И тут сразу же начинаются следы. И вот так вот они идут по набережной. Прикольная фишка. Ну, что, я был прав? Вот, да, видишь? Оказывается, все написано. Поэтому это здорово. Ну, а опять же, следы здесь тоже продолжаются. Все-таки это были леопарды. Ой, слушай, как же красиво-то прям невозможно, а? И еще вот этот памятник. Такой прям крутой. Мне прям очень нравится. Пейзаж. Потому что я, знаешь, как-то немножко мы когда приехали, я увидел вот, ну, после нашей поездки в Грозный, я увидел вот эти домики небольшие. Как-то я так немножко подрастроился, совсем забыв о том, что все-таки здесь акцент не на домики делается, а на вот эту вот красоту. Конечно, это очень шикарно. Намережная Владикавказа относительно молодая. Ну, то есть она после реставрации, видите, тут всякие вот такие штуки сделали. Ну, вообще ее немножко... Хотя я смотрю, там, конечно, все скамейки такие страшные. Вот это вот, что это за скамейки? Не знаю, я читал, что они должны были ее... Может быть, там дальше ее сделали интереснее, но здесь как-то пока все не очень. Видишь, как, блин, хотел сказать красиво, а не получилось. Но, тем не менее, друзья, мы все равно на набережной сейчас прогуляемся от одного моста до другого и как раз посмотрим, что вообще сделали или не сделали. Но набережная здесь идет прикольно с двух сторон. То есть можно погулять и по одной стороне, и по другой стороне Терека. Слушай, ну нет, набережная так себе, конечно, что это такое, я не понимаю. Либо сюрприз ждет нас впереди, либо это и есть сюрприз. Ну, тут, смотри, тут еще есть кафешки вдоль набережной. Ну, не как кафешки, вот ресторан один, опять же, жилые дома. Смотри, старый дом. Там опять новострой какой-то. И музыка из динамиков играет. Я просто танцевать начал. Слушай, дошли мы вот до этого красивого здания, до этого. Это Суницкая мечеть. Кстати говоря, она является одним из символов города. А мне еще нравится вот эта вот, да, красивая, вот, египетская. Вот. И, да, она выполнена в необычном для нас, для нашей полосы стиле, в египетском. Дань подражания вот этим египетским мечетям. Дань подражания? Ну, подражания, да, подражания египетским мечетям. Поэтому так она, видишь, необычно смотрится. Потому что сколько мы мечети уже видели, да, а это такая вообще прям своеобразная. Хочется ее даже просматривать поближе. Сейчас мы это и посмотрим. Ну, согласитесь, что красивое здание, конечно, такое ни на что не похоже. Такого мы еще не видели, это точно. Там, кстати говоря, можно внутри поснимать, но мы не пойдем. Так как мы уважаем религиозные обычаи других народов и стараемся лишний раз не лезть, куда не нужно. Поэтому просто гуляем дальше. Гостиница Владикавказ. Короче, из-за того, что мы уже прошли, мы поняли, что отреставрировали только вот эту часть. Потому что здесь гостиница Владикавказ. То есть сюда, видимо, привозят основные делегации туристов. И чтобы им было не стыдно показать всю набережную, вот, пожалуйста, гуляйте. Вот такая красота у нас в городе. Ну, не знаю, вот еще какой-то дом недостроенный. Зачем он здесь стоит, вообще непонятно. Ну, много спорных моментов, короче. Мне пока не особо нравится. Вот, видишь, с этого моста тоже город классно смотрится. Короче, из всего, что мы увидели, мне понравилась вот эта вот мечеть и горы. Все, все остальное я пока не сильно впечатлен. Ну, потому что, честно говоря, у меня уже глаз замылился. Мы уже в путешествии много времени, и много городов сменилось. Поэтому я, конечно, не испытываю, знаешь, такого восторга. А если человек приезжает вот конкретно сюда, может быть, ему и понравится здесь. Не знаю. Так что пишите ваше мнение в комментариях под видео. Тоже будет интересно почитать. Видишь, в какой-то парк попали. Не знаю, здесь вот есть пруд. С таким же, который мы видели. Где мы видели? Я, видишь, уже путаюсь в городах. В Астрахани, по-моему, да, такая штука была для лебедей. Вот. Что еще тут есть? Ну, короче, какие-то кафешки. Колесо неработающее. И вот постройки странные, которые уже рассыпаются. Я не знаю. У меня, вот честно говоря, вообще никаких предположений, почему это так все выглядит. Не знаю. Может быть, потом кто-нибудь напишет, объяснит. Никого нет. Даже лебедей нет. В общем, ну смотри, вот опять же, да? Это что? Что это за выходы в озеро? Ладно, мы перестали обращать внимание на плохое. Теперь будем только о хорошем. Все-таки лебеди есть. Хоть я и говорил, что не буду говорить. Но просто как бы я ничего другого не вижу, поэтому рассказываю то, о чем я, то, что я вижу. Вот фонтан передо мной. Не работает. Почему? Короче, видишь, это ноу-хау. Чтобы не тратить воду, люди повесили просто лампочки ледовские туда. Но это же экология. Да? А электричество тратится все равно. Так что нет. Ну, слушай, ну тут уже понятно, что здесь уже дорожки чистенькие, вымощенные плиткой. Может быть. Скорее всего, да. Но теперь уже по факту получается, что да. Потому что, конечно, здесь уже приятно гулять. Здесь людей много. И все такие прям отдыхают в парке. Ой, потому что жара наконец-то спадает. Солнце идет к закату. И, ну, мне здесь уже нравится. Да, вот здесь уже хорошо. Так атмосферно. Слушай, ну парк оказался большой. И чтобы потом не было негативных комментариев, что мы стебемся. Мы нашли все-таки фонтан настоящий. Вот, получаете. Ну, за парк можно поставить хорошую оценку. За набережную, конечно, нет. Парк хороший. Видишь, как все продумано. Ландшафтный дизайн. Всякие там фигурки, скульптурки. Красиво. Главное, что, знаешь, местным жителям нравилось. Нам-то что, мы приехали и уехали. А вот местным же ходить гулять. Я думаю, что им нравится, потому что здесь очень много людей отдыхают. Причем разных возрастов. Нас можно привлечь, кстати говоря, яркими буквами. Мегавишами. Поэтому мы всегда обращаем внимание на это. И сейчас вот видишь, я не знаю, что это. Но я так подразумеваю, только кафе какое-то, может быть. Либо там... Ну, это понятно, что там кино. Ну, а может быть, значит, что кинотеатр под открытым не был. Сейчас узнаем. Так, непонятно, что это. Пойдем посмотрим. Здрасте. А что такое вот этот дом кинохаус? Такой индивидуальный кинотеатр. То есть вы зал арендуете и смотрите кино, которое сам выбираете. Ага. Несколько комнат, да? Да, у нас несколько залов индивидуальных. Ясно. И сколько стоит такое? У нас стоит почасовая аренда. В большом зале 300 рублей плюс 50 рублей с каждого человека. Только в маленьком 250 плюс 50 это до 8 вечера, а после 8 вечера 100 рублей с человеком. Все ясно. Спасибо. Вот видишь, тоже такой ноу-хау. Я такого еще не встречал. Индивидуальный кинотеатр. Захотел к компании прийти, посмотреть любимое кино. Мы здесь собрались и посмотреть... Корьянчик. Под корьянчик. Выпить опять же. На большом экране, с хорошим звуком. Мы бы посмотрели какой-нибудь старый фильм, например, там, не знаю. В 3 дня. Да. Москва слезам не верит, например. И посмеялись бы, провели отлично время. Не, прикольная тема. Мне понравилась. Ой, фу. Прошли мы этот парк. О, господи, красота ты какая. Слушай, не зря мы прошли. Ты посмотри. Шикарно вообще. Вот эта площадь огромная. Это площадь свободы. Здесь вот дворец правосудия. Это я не знаю что, а там вот институт МВД. То есть все рядышком, друзья. Ну и, конечно, вид шикарный. Блин, вот если бы вот эта вот штука не реставрировалась, посмотрите, какой кадр был красивый бы. Ну и сейчас будет красивый. А мы вышли уже на центральную историческую часть города. Это проспект Мира. У него там было несколько названий. Или Анисандрийский проспект, какой-то там бульвар. И проспект Сталина. Но сейчас это проспект Мира. Пешеходная зона, кстати говоря, очень такая. Говорят, что... Ну, не говорят, а так и есть. Это является лицом Владикавказа. И здесь сохранилось очень много старинных зданий. Вот с начала 20 века. Постройки. Поэтому сейчас посмотрим. Люблю я вот эту вот всю красоту смотреть старинную. Мне нравятся такие улицы. Спасибо. 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 Вот видите, как мы можем. Гуляем, гуляем. И потом, бац, неожиданно мы в кафе. Потому что уже проголодались. Везде ничего не ели. Дошли вот кучи хана. Называется Лукум. Прямо на проспекте Мира находится. Сейчас выберем себе что-нибудь. Я уже вижу, что здесь есть осетинские пироги. Быть в Осетии и не съесть осетинский пирог, это было бы просто смешно. Ну, остальное я вам покажу уже по ходу действия, когда мы включимся. И, кстати говоря, обратите внимание на интерьер. Опять же, интерьерный ресторан. Вы нас просили почаще бывать в интерьерных ресторанах. И показывать вам, вкусно там или невкусно. Вот, сейчас мы вам все и покажем. И расскажем. Видишь, как в приличных ресторанах привносят сначала воду, чтобы люди охладились, остыли после духоты на улице. На самом деле классно. Цены, кстати говоря, нормальные. То есть, хинкали 30 рублей за штуку. Это прям рай какой-то. Можно есть и есть. Мне пока все нравится. Осталось попробовать на вкус. Надеюсь, что не разочаруемся. Да. Давно мы, кстати, пиво не пили, да? Еще, видишь, орешки принесли. Как комплимент. Или, что, кукуруза? Нет, по-моему, кукуруза острая. Соленая. Как хорошо выйти из Душной улицы, прийти в охлаждаемый ресторан и выпить холодного пива. Рай на земле существует. Знаешь, что я решил поэкспериментировать? Потому что в Москве же тоже, в ваших городах тоже продаются осетинские пироги. Но я ни разу не встречал, что был осетинский пирог с листьями свеклы. Поэтому я решил здесь его попробовать. Как он горячий. Ну, необычно. У вас интересно? Вылет не аппетитно. Ну, лучше не смотри, но он просто есть. Не, ну, знаешь, как это... Я такого не пробовал, скажем так. Не факт, что я закажу во второй раз? Своеобразно. Не, ну, на самом деле вкусно, потому что свежее, понимаешь? Это же не замороженные продукты разморозили, а тебе приготовили и подали к столу. Знаешь, что вкусно? Давай пока это съедим. Что-то... Вкусно? Продолжаем дегустировать национальную кухню. Хинкали. Здесь хинкали только с говядиной. Говядина с зеленью сразу. Ну, вкусный. И бульон вкусный. Мне нравится. Так что все. Едем. Сразу веселее стало. Ты забыть просто. Я просто вкусный. Жаль, что они только один вкус. Друзья, заказывайте всего в меру. Но все вкусно. Счет у нас получился на троих 1600 рублей. Вообще. Очень дешево по сравнению с тем, как мы проводили время где? В Дагестане. Так что, видите, и вкусно, и надеюсь, что полезно. Короче, расплачиваемся, оставляем чаевые, потому что обслуживание прекрасное. Музыка тихая, обстановка шикарная. Место рекомендую вам посетить. Если... Улыбчиво. Да. Быстро обслуживают. И все подсказывают. Короче, если будете... Где мы сейчас находимся-то? В Владикавказе. То это место можно спокойно посещать. Все. Пошли. Собол, где мы находимся. Ну все, друзья, вот таким получилось наше мимолетное знакомство с Владикавказом. Опять же повторюсь, что, конечно, для всех этих городов одного дня это очень мало. Поэтому, когда вы сюда соберетесь, то закладывайте, конечно, побольше, чтобы насладиться всей вот этой красотой. Нам Владикавказ понравился. Ну, несмотря на реконструкцию и мусор с моей спиной, тем не менее, было все очень вкусно, было очень гостеприимно, было все красиво. Я надеюсь, что и вам понравился наш выпуск, поэтому поставьте лайк, подпишитесь и оставьте свой комментарий обязательно. Все это способствует продвижению наших видосов. А также наш хэштег Вот так ченнел, по которому вы найдете все предыдущие видео. Мы были в разных странах, во многих городах, поэтому есть что посмотреть, пока ждете новую серию. А новая серия появится совсем скоро на канале Вот так, потому что наше приключение продолжается. И мы с вами обязательно скоро увидимся. Все, пока-пока. Поехали дальше. Да, я тебя слышу. Последняя электричка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok